здравствуйте уважаемые любители шахмат сегодня с вами творец детского и юношеского творчества северского района и в рамках проекта мои каникулы онлайн мы с вами занимаемся шахматами вами педагог по шахматам смирнов Станислав Игоревич и на первом занятии хотелось бы коснуться такого важного вопроса обсудить чемпионов мира по шахматам выдающихся шахматистов мира этому не уделяется время в основной программе я тоже когда занимаюсь с ребятами немножко не хватает времени приходится какой-то основным материалом заниматься но в тот момент когда дело доходит до разбора партий а в основном это партии известных шахматистов и когда ребята слышат какие-то фамилии очень хотелось бы чтобы эти фамилии у ребят ассоциировались с тем периодом времени с тем веком когда выступали эти шахматисты когда они были в расцвете своих сил потому что 18 веке дебютная теория была еще очень не сильно развита и видя какие-то на взгляд возможно учеников ошибочные ходы шахматистов тех времен они должны понимать что тогда еще что-то что-то было не развито в дебютной теории и шахматисты придерживались других принципов возможно таких комбинационные стремились комбинационной игре жертвовали фигуры легкие тяжелые жертвовали пешки ну можно сказать направо и налево поэтому понимая что смотришь партию шахматиста прошлых столетий можно сделать им какие-то скидки на то что они все-таки берегут материал не идут на какие-то закрытые позиции значит начнем мы позапрошлого века когда еще проходили неофициальные матчи на первенство мира ну вот в 1834 году лабурдона с макдоналдинг сыграли громадное количество партий практически в сотню посмотрите какой счет 51 с половиной на 33 с половиной больше наверное только сыграли карповска с паровым между собой менее чем через 10 лет уже станут он играют с антаманом ну тут счет 13 8 он уже похож на что-то современное потом станут он играет с горвицем тоже более-менее нормальный счет в том году андерсон с полом морфи 58 году и андерсон с эльгеймом стейница теперь давайте перейдем к официальным матчем на первенство мира которые начали с конце 19 века в 1886 году стейниц играет супер тортом побеждает его 12 с половиной на 7 с половиной потом стейниц играл два раза щегориным восемьдесят девятом и девяносто втором годах оба раза победил в девяносто втором году щегорина почти удалось 10 половина очков на 12 половиной взять этот титул он немножко не дотянул между матчей с фигурином еще происходит матчу стеница с гунсбергом и он тоже побеждает и в конце уже в самом 19 века ласкер стеница все-таки победил дальше ласкер долгое время остается чемпионом мира побеждает в матче реванш стеница конечно не побеждает он сохраняет свой титул в матче реванш потом маршал в начале уже двадцатого века тараш яновский шлектор опять яновский и только в 921 году в 1921 капабланке удается этот титул достаточно большим счетом чуть ли не пересом в два раза у ласкера отобрать потом чемпионом мира становится алёхин в двадцатом году защищает свой титул в матче с боголюбовым на год отдает шахматную корону максу эйви потом возвращает эту корону и к сожалению умирает в тридцатом году после чего чемпионство было разыграно в матче турниры матче турнире пяти шахматистов лучших того времени кстати трое из них представители нашей страны были еще был один американец и и шефский и эйви представитель голландии но выиграл тогда михаил ботвинник представитель нашей страны и на долгое время шахматными королями уже были наши соотечественники ботвинник играет с бронштейном ботвинник играет со смысловом смыслов становится чемпионом но ботвинника возвращает себе титул буквально через год потом таль становится на год чемпионом но ботвинник возвращает титул мы в 63 году уже петросян потом спаский и на три года корона выезжает в америку шахматный гений фишер становится у нас чемпионом потом фишер отказался играть с анатолием карповым и чемпионство вернулось к нам страну и чемпионы и претенденты во второй половине 20 века в основном были наши с нами земляки вот за исключением фишер еще виктор корчиной 81 году тоже играл с карповым был претендентом на шахматную корону но карпов он обыграл значит потом наступает большой период когда появляется альтернативная организация от шахмата но мы не будем подробно разбираться с этим вопросом нам интересно только фамилии для шахматистов которых вы можете встретить в парте когда будете их сами смотреть или вместе с тренером или где-то в интернете значит это найджел шорт был претендентом ну а надо было претендентом и чемпионом петр лека не забудьте такую фамилию фамилию тимман камский широк ванчук адамс топала пономарёв косым джанов ну и совсем уже в последнее время это добавить сюда можно тарякина каруану ну и конечно магнуса карлсов но вот еще тапарлов с гельфандом тоже чемпионство мира значит мы сейчас пробежались по идущим шахматистам ну последних шахматных времен хочется чтобы ребята у вас когда вы услышите эти фамилии они ассоциировались с достаточно такими выдающимися фигурами в мире шахмат и вы понимали что те ходы которые делают эти шахматисты и партии которые играют это лучшее произведение шахматное своего времени и и сейчас мы разберем партию четвертого чемпиона мира по шахматам александра алёхина который он играл в 1941 году на турнире шахматистом по фамилии лепин дебют был английское начало алёхин играл черными поэтому черные мы развернули к себе черные фигуры значит c4 проходили белые 5 ответили черные напомню да что белым играет лепин черные алёхи партия небольшая всего 20 ходов но очень поучительно конь c3 конь в 6 g3 я анкетирую белые слона d5 отвечает черные c4 бьет d5 конь в 6 бьет d5 значит таких ходов не было это немножко соскакивают клавиши принципе это получается вариант дракона только переменной цвета слон g2 вышел анкетированием тут конь отошел на b6 можно пытаться защитить этого коня под амик c6 слон е6 ну алёхин выбрал надежные варианты отошел белые походили а4 ну такой ход не рекомендуется делать на ранней стадии партии потому что этим ходом белые отдают пункт b4 во владение черным уже ни одна пешка не сможет его атаковать опять остановили черное движение этой пешки d3 и слон черный чернопольный захватывает благополучно пункт b4 без этого хода слону пришлось где-то на е7 оставаться этому а здесь он занял активную позицию и мою позицию на b4 пришел сюда конь f3 продолжают белые развиваться конь c6 короткая рокировка короткая рокировка слон g3 дело заканчивается развитие фигур легких слон g4 и черным заканчивается развитие легких фигур и белые занимают ладьей полуоткрытую линию вертикаль c тут делают интересный ход белые f5 с одной стороны к этому ходу уже все подготовлено фигура развита рокировка сделана и ничто не мешает начать атаковать по версии коллег значит надо понимать что здесь жертвуется пешка на любой другой ход кроме этого белые смогли бы походить конь е4 конь е4 и возникли бы какие-то осложнения после этого конь g5 делаем значит белые угрожают этим ходом ходить ферзем на b3 сделать шар и с последующей возможной вилкой конь на е6 f4 ну слон отходит бьет на b6 так не бьем ферзем f5 сон бьет на c7 и ферзь походил на h5 хороший ход что еще можно было здесь делать конь d4 могли походить ну тогда ответ f3 на конь d4 спокойно ферзь h5 слон побил на c6 слон побил на c6 слон побил на c6 черные побили на c6 слон побил на c6 слон побил на c6 на dri шерзь на c6 и ладья переместилась на вторую горизонталь на c2 походила intу с по второй горизонтали тут организовал medidas защиту от атаки Возможно, был здесь вариант не такой. Возможно, был вариант с ходом ладья е1. Тогда бы последовало fg, hg. И тут очень сильный ход. Ладья бьет f2. С2. Король берет на f2 и слон c5 шаг. С5 шаг. Теперь или отдавать херзя, защищаясь от слона. Ну, в общем, позиция у белых разобрана в таком варианте. Уже ничего тут не поделаешь. Возвращаемся к 15-му ходу. Депешка побила на c6 и ладья походила на c2. Солон побил на c3. Чернокольный. Если бы сразу походили f3, черный, тогда бы был ход h4. Так, сейчас мы вернемся вот сюда. Может ладья c2. Если бы черный выходил f3. Тогда ход h4. Слон бьет c3. Ладья бьет c3. f3. И с шагом херзь уходит из-под вилки. Ну и после защиты от шага ладья на e1. Черные ничего не добиваются. Поэтому ход f3 черные не делают. Черные бьют на c3. Слон бьет c3. Значит, не bc, значит, f3. И там уже от мата защиты не будет. А именно ладья бьет c3. Именно ладья бьет c3. Слон побил с вилкой. Слон побил с вилкой. Херзь обходит с шагом. Гороль отступает спокойно от этого шага. Ладья отступает от удара слона. Вот. И здесь черные делают ход. Очень сильный. И перейдем на h3. Сердце h3. Значит, здесь походили. Белые. Побили на e5. Слон бьет c5. Ну, конечно, ход этот. Совсем ошибочный. Потому что теперь и после f3 мат неизбежен. И после слона f3 мат неизбежен. Поэтому здесь еще могли держаться белые, походив f3. И тут сам Алёхин дает комментарии, что был подготовлен красивый мат в 8 ходов. Представляете? В 8 ходов красивый мат просчитан. В 4-м чемпионом мира. Давайте его посмотрим. fg. Угроза мата в 2 хода. Ответ единственный. Ладья бьет e2. Ладья бьет f3. Опять угроза мата на c1. Приходится защищаться. Ладья c1. Ладья f8. Опять угроза мата. rsd1. Давайте посмотрим. Тут еще был ход. Ладья g2. Ну, тогда будет жаж, шаг. Пешка отходит. Король пешкой дает шаг. Король отходит сюда. И мат в 3 хода. Раз. Два. И с щеки летит мат. Или ладьей. Или превращаем пешку в какую-то линейную фигуру. Поэтому ладья g2 ход не делают белый, чтобы не получить быстрый мат. Не играет fd1. Добавляет еще одну фигурную защиту. Ладья f2. Ладья f2 ходит черный. Крозит мат на h2. Приходится бить. Ничего не поделать. Шаг. Все, форсируем. Но уйти можно только сюда. Ферст. Новый появляется. У черных с шагом. Приходится бить. 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 Ну и красивый мат в финале. Вот такой вот. Рассмотрели мы сегодня партию, которая, ну, можно сказать, закончилась в 20 ходов. Здесь мы видим 27 ходов, но это уже вариант форсированный, на который соперник Алюкина даже не пошел. В следующий раз мы продолжим на следующем занятии. С вами был Смирнов Станислав. С вами был Смирнов Станислав. Спасибо за внимание. До встречи на следующем занятии. До встречи на следующем занятии. Смирнов Станислав. Смирнов Станислав. Смирнов Станислав.